Греческое слово «миф» прежде всего обозначает предание сказания. Несмотря на иносказательность отдельных легенд, повествующих о событиях прошлого, в них порой больше сведений, чем в многотомных трудах некоторых ученых. Поэтому стоит более серьезно и внимательно относиться к рассказам наших предков, дошедшим до нас через века и тысячелетия. Многочисленные исторические документы и артефакты свидетельствуют о том, что появление на нашей планете людей, а также прогресс всего человечества, связаны с присутствием на Земле инопланетных цивилизаций. Существуют подлинные записи загадочных событий, происходивших в далеком прошлом, которые не согласуются с общепринятыми теориями. К таким документам можно отнести шумерские, вавилонские, клинописные таблички, египетские папирусы, кодексы индейцев Южной Америки, библейские тексты. В том числе происхождение человека и возможные генетические эксперименты пришельцев. В предлагаемой книге предпринята попытка на основе мифов, сказаний, легенд и сведений из различных исторических источников реконструировать эволюционный путь развития человечества, воссоздать истинный ход событий прошлого, а также обратить внимание читателя на проблему вмешательства представителей инопланетных цивилизаций в жизнь землян. Пришельцы – прародители человечества Древние шумерские тексты, древневавилонское сказание об Атрахасисе, кодексы южноамериканских индейцев и библейские предания очень похоже описывают появление на Земле человечества. Обобщение этих источников позволяет в общих чертах воссоздать процесс зарождения цивилизации землян. Приблизительно 45-50 тысяч лет назад на нашу планету высадилась экспедиция «бессмертных» аннунаков с планеты Неберу. Изначально их было всего 50. Аккадское аннунаки переводится как «те 50, которые сошли с небес на землю». Затем количество пришельцев увеличилось. 300 аннунаков поставил он, Энлиль, руководитель экспедиции, в небесном дозоре. А на землю 600 он поселил. Их целью была колонизация земли и добыча полезных ископаемых для отправки на родную планету. С аннунаками прибыли и «человекоподобные боги» и «гиги» – основная рабочая сила пришельцев. И гиги работали в шахтах, строили базу и жилище для пришельцев, углубляли русло тигра и фрата, рыли каналы, осушая болота, проводили и другие мелиоративные работы. Две с половиной тысячи лет трудились эти боги-рабы в рудниках и болотах. В сказании об Атрахасисе так говорится об этом. «Когда боги, подобно людям, несли бремя муки тяжского труда, великим был тяжелый труд богов. Трудной была работа и велико было страдание». Когда игиги посчитали годы своего труда, их терпение лопнуло. Они подняли восстание, сожгли свои инструменты и направились к Энлили с требованием освободить их от непосильной работы. Энлиль, увидев игигов, приказал закрыть ворота, вооружил своих слуг и послал гонцов за помощью к отцу всех богов, великому Анну. Верховный Владыка прибыл на землю и собрал совет богов. Энлиль предложил подавить восстание с помощью вооруженной силы. «Не должен ли я устроить сражение?» Подошла битва к моим воротам. Но Анну воспротивился и посоветовал отправить кого-нибудь для переговоров, чтобы узнать требования игигов. Бунтари ответили парламентеру. «Все как один войну объявили. Непосильное бремя нас убивает. Тяжек труд, велики невзгоды». Восстание было подавлено. Зачинщика Ве Ила убили. Тем не менее, Анну осознавал, что следует создать рабов и предложить переложить на их тяжкий труд игигов. Этот генетический эксперимент поручили провести богине Нинту, в скобках «мами». Шумеры называли ее и другими именами. И Нин, и Нанна, Нинанна, буквальный перевод «Владычица небес». Вавилона о сирийской мифологии она носила имя Иштар. Первым существом, которое богиня создала, был примитивный рабочий – Лулу. Но по каким-то причинам он не понравился богам. Им нужен был более совершенный раб. Тогда Нинту замесила глину на крови Ве Ила. По другим данным, была использована кровь Анунака Гешту Э. Поместила в нее разум бога и сказала богам. «Вы приказали, я совершила. Я вас избавила от работы. Ваши корзины дала человеку». Так появились люди и стали работать на земле. Загрубили руки от тяжелой работы. Хиркой-лопатой строили храмы. Сооружали большие каналы. Видимо, эксперимент по созданию рабов проходил не так гладко, как хотелось Анунакам. Для генетических опытов сначала были использованы клетки обезьяна-людей, в скобках неандертальцев, и различных животных, в результате чего появились страшные монстры. На некоторых месопотамских цилиндрических печатях можно увидеть изображения странных существ. Обезьяна-людей, птицы-людей, сфинксов, быков с человеческими головами. Вавилонский жрец Берос, повествуя об этом периоде времени, упоминает о появлении людей с крыльями, с одним телом и двумя головами, со смешанными мужскими и женскими органами, с козлиными рогами и ногами, а также о существах без половых органов и о женщине с внешними физическими аномалиями. Историк церкви Евсевий Кисарийский в своих трудах приводит фрагменты сочинений египетского жреца Менефона, в котором говорится, что боги в прошлом создавали ужасных монстров и чудовищ. И сотворили они людей с двумя крыльями, и иных с четырьмя крыльями и двумя лицами, с одним туловищем и двумя головами, мужчин и женщин, и обеего пола мужского и женского вместе, и еще других людей, козлоногих и с рогами на голове, и иных еще с конскими ногами, и иных имеющих конский облик сзади и человеческий облик спереди. И сотворили они также быков с человеческими головами и псов с четырьмя туловищем, у которых хвосты походили на рыбье и выступали позади туловища, и псов с конскими головами, и людей, и иных прочих чудовищ, и вдобавок еще чудищ, похожих на драконов, и множество всяких диковинных созданий, мужеподобных и различных между собой. Примечательно, что совсем на другом континенте, в древнем южноамериканском городе Монте-Альбан, предположительно построенном альмеками, на одной из разрушенных пирамид имеются изображения различных уродств. На каменных плитах, известных под названием танцоры, вырезаны фигурки людей с признаками явных аномалий – горбунов, карликов, макроцефалов, парализованных горбунов с недоразвитыми конечностями, шишками на лбу с четырьмя пальцами, с огромной грыжей, с двумя пенисами или совсем без половых признаков. Возможно, все эти уродливые создания были результатом генетических опытов пришельцев. После многочисленных экспериментов над животными на основе генетического материала пришельцев и яйцеклетки обезьяна-женщины из Африки, Нинту создала первого человека – Адама, в скобках кроманьонцы. Затем, используя удачный образец человека и метод клонирования, богиня запустила в серийное производство черноголовых людей с помощью суррогатных матерей. Нинти отщепнула 14 частиц глины, 7 она расположила справа, еще 7 положила слева, посредине она поставила формочку. Мудрых и многознающих дважды семь богинь-роженец собрались. Семеро породили мужчин, семеро породили женщин. Богиня-роженецы породили ветер дыхания жизни, когда были созданы люди. Они не знали, что такое хлеб, не носили одеждь, они ели растения ртом, подобно овцам, и пили воду из канав. У многих народов мира сохранились эзотерические знания о структуре ДНК, в которой зашифрована информация о строении всего организма в целом. Изображение дерева жизни в виде двух переплетенных змей, стволов деревьев или растений можно увидеть на шумерских цилиндрических печатях, о сирийских рельефах и в кодексах южноамериканских индейцев. Эти рисунки удивительно точно воспроизводят структуру двойной спирали ДНК. Впервые структура дезоксеривонуклеиновой кислоты была установлена в 1953 году англичанами Уилкинсом, Уотсоном и Криком. Вскоре после этого американские исследователи Даунс, Гамов, предложили, что структура белков каким-то образом закодирована в нуклеиновых кислотах. В 1965 году эта гипотеза была подтверждена многими исследователями – Криком Англия, Ниренбергом, Ачоа США, Карана, Индия. Эти открытия произвели подлинную революцию в биологии. Они позволили объяснить феномен жизни через взаимодействие атомов и молекул. В начале 1970-х годов в лаборатории Хабаровского медицинского института «Эмигрант из Китая» Дзян Каньчжен провел ряд экспериментов по изучению влияния СВЧ излучения на код ДНК различных животных и растений. От себя скажу, что в советское время об этих экспериментах этого китайца были статьи с фотографией. С помощью специальной камеры, позволяющей считывать биоэлектромагнитную информацию с ДНК одного живого объекта и направлять его на другой живой объект, доктор Дзян получил кура уток с перепонками на лапах, коза кроликов с большими загнутыми зубами, кукурузу с колосками, похожими на пшеничное, воздействие биоэлектромагнитным полем молодых подопытных мышей на старых особей ученый добился их значительного омоложения. Исследователь повторил эксперимент на себе и своем 80-летнем отце. Результаты были ошеломляющими. Старик избавился от хронических заболеваний, у него прекратились шум в ушах, и аллергический зуд исчезла доброкачественная опухоль. Через полгода на лысине выросли волосы. Седые волосы стали черными. Через год на месте выпавшего 20 лет назад зуба вырос новый. Интересно, что у аннунаков, согласно клинописным табличкам, тоже имелись камеры жизни, в которых пришельцы продлевали свое существование. Как утверждают древние шумерские мифы, аннунаки были бессмертными. Создавать гибриды животных, растений или клоны человека стало вполне возможно на современном этапе развития генетики. В 1975 году британские ученые клонировали лягушек. В начале 80-х годов китайские и американские исследователи провели успешные эксперименты по клонированию рыб. В 1982 году Ральфу Бринстеру и Ричарду Пеллмайтеру удалось скомбинировать генные структуры крысы и мыши и создать крысо-мышь. В журнале «Натур» были опубликованы сообщения о достижениях ученых, внедривших человеческие гены в организмы кроликов, свиней, овец. В начале 1997 года появилась на свет знаменитая овечка Долли, сконструированная из генетического материала двух овец и рожденная третьей овцой. Мы уже давно покупаем в магазинах трансгенные продукты, продукты зачастую не зная об этом. С помощью генной инженерии ученые уже успешно создают кожу и отдельные органы для трансплантации. Клонирование человека без души тоже не проблема, хотя в некоторых странах это запрещено законом. О создании богами первых людей говорится Вавилона о сирийских клинописных табличках, составленных за 2000 лет до нашей эры и найденных в развалинах древней Ниневии. В британском музее хранится глиняная плитка из развалин дворца Сарданапала с короткой фрагментарной надписью. После того, как боги сотворили живых существ, скот и зверей и гадов полевых, бог, в скобках Хао, создал двоих. Это вступление и часть первой главы книги автор Симонов Виталий. Книга называется «Внеземной след в истории человечества». Книга издана в 2009 году. На этом все. Всего хорошего. Ссылку на этот материал я дам, как обычно, в описании и в комментариях. До свидания.